Телефон, зачем Эльвира? Добрая, добрая. Нет, я не расстроена. У меня вчерашняя ситуация вывела немного из равновесия. Мне показалось, что это очень подло, когда ты человека приглашаешь в дом, делаешь ему кофе, а он тебя из-под трешка снимает и выкладывает потом в каких-то группах. Ну, это, конечно, очень неприятно и подло, это мое мнение. Привет, спасибо. Хорошо выглядите, спасибо. Что случилось? Случилось то, что в марте месяце я заказала решетки, кованые на окна, в фирме Стальмастер. Приняла заказ девушка Юля. Приехал Дмитрий, ее муж, и она, и еще какой-то рабочий. Вот, она сначала сидела в машине, потом Дмитрий, ее муж, сказал, Ирина Александровна, можно моя жена посидит в доме, потому что на улице прохладно, она устала ждать в машине. Я сказала, хорошо, конечно, пусть проходит. То есть, опять, в очередной раз я своей добротой просто сделала себе и своей семье плохо. Вот, поэтому я уже не знаю, как просто жить дальше, как перед людям, и как относиться к людям с добро. Я сделала кофе, а она в это время, пока я крутилась у плиты, разговаривала с ней, просто поддерживала беседу, она втихаря снимала меня. Потом я отвлеклась, она начала снимать нашу столовую, наш коридор, наши холодильники, и говорить, что это все ее. В общем, странное поведение, очень странное. Честно говоря, я еще с таким и сталкивалась за все время. Это впервые в моей жизни, поэтому для меня это просто ниже низшего. Это дно, ребят. Привет. Вот такая ситуация, очень неприятная, поэтому вчера я позвонила своим юристам. Юристы с удовольствием взялись за это дело, потому что дело правое, и мы победим, как всегда. Вот так вот. Когда вы понимаете, здесь, я так понимаю, какая-то доля была хайпа, то есть женщина хотела поймать хайп, но имея четверых детей, ловить хайп, не знаю, немного смешно, честно говоря. Поэтому, когда вы ловите хайп, то не приступайте к закону. В данном случае закон Юля приступила. Мне не важно, что она говорит, мне важно, что она делает. Она снялась по стишкам видео без разрешения и выложила это в сеть. Привет. Всем привет. Ну что, вы хотите посмотреть на дорогу? Еще пока без пробок. Пока я еду, подъезжаю к Ногинску. Пробок нет. Ехать приятно. Субтитры подогнал «Симон»